Я объясню присутствие здесь животного. Это Китти, она бездомная. Безумная? Бездомная. И она как раз совершенно не безумная, она очень воспитанная и уравновешенная девушка. Сколько вы с ней провели передачи? Это первая передача. Мы всех пристраиваем, кошечка. Мы под вас, легендарных, пристраиваем совершенно безвестных животных. Китти, это ее первый эфир. И под то, что она беседовала непосредственно с легендой, мы ее, думаю, что найдем хозяина. Сейчас есть телефон, желающие могут прозвонить, и мы скажем, что с самим Смеховым она беседовала, была рядом, совсем-совсем близко. И вот это ее козы. Женя, у меня в жизни были свои, как у каждого человека нормального, свои пригорки-ручейки с животными. Я дитя войны, поэтому нас остерегали, оберегали. И кошки, и особенно собаки были безумные после войны. 45-46. Нас обревали всех. Дети были все. Если посмотрите на фотографии детей того нашего поколения, то вот это было так. И поэтому я помню, сестра моя от бешенства, значит, на всякий случай, она очень хорошая сестричка, я имею в виду двоюродная, старшая. Вот. То есть, жизнь принуждала нас недолюбливать, опасаться и собак, и кошек. Тем более, когда удалось поездить по другим странам, то я с грустью осознал, что нам еще расти и расти. Потому что эти собаки в Германии подходят по-одиночке к семафору, светофору и ждут, когда будет зеленый свет. Ну, это немецкие собаки, у вас таких не будут никак. Ну, я смотрел, я видел и французских, и бельгийских, и американских, какая расти. Они тихие, спокойные. А что у нас? У нас тоже появилось много достоинства в наших домашних животных. Вот, например, Китти. Китти очень, да, достойная девушка. Что касается кошек, то у меня сумасшедшая любительница кошек Галка, моя жена и ее брат Женя. Вот, но я тоже, мне очень нравится. Мой папа покойный очень любил кошки. Когда приехал с войны, с фронта, то он нарисовал, у художника еще был, кроме того, что был экономист, нарисовал, и по обоим бежала киска за мышкой. Такая была игрушка, вывезенная им из Германии, которую я очень любил. Искра из глаз у кошки, которая, значит, покусилась на жизнь другого животного. Неужели у внуков ни одного нет домашних животных? Неужели у мальчика? Я думаю, много ездят, и поэтому это очень трудно. Есть в нашей семье, вот в Пахре, в доме великого русского писателя Владимира Тендрикова, где вот Женечка Аксенов женился на Маше Тендриковой и Наташи Тендриковой, первая красавица Москвы, как ее называла, Куджава. Старшая в нашей семье, там всегда много живности. Там уже, по-моему, четвертое или пятое поколение кисок. Они изумительные, они любимые, они норовистые, они задают очень много драматургии. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24.